Я стараюсь не употреблять слово «коридор», потому что в международной практике прошлого иногда это слово употреблялось в том смысле, что ставится под сомнение суверенитет страны, через которую проходит этот коридор. В данном случае это Зангидзурский транспортный маршрут, о нем, конечно, шла речь в известных соглашениях, совместном заявлении трех сторон, и, конечно, его надо открыть. Другой вопрос, что вот пока не завершена делимитация, и этот самый спорный вопрос, чреватый внутренним взрывом в Армении, как мы видим, не закрыт, не завершен, может быть, чуть-чуть повременить с форсированием темы Зангидзурского транспортного маршрута, чтобы еще там, по этому поводу, не добавить масла в огонь. Так, конечно, маршрут надо открывать, и в нем заинтересована в первую очередь Армения. Она могла бы получать от этого огромные экономические выгоды, если именно этот маршрут станет основным, связывающим Центральную Азию, Иран через Турцию с Европой и дальше. Значит, этот маршрут может стать просто золотым, в том числе для Армении, и, конечно, никаких причин сопротивляться этому Армении нет. Если только закрепить в соответствующих документах, что суверенитет под сомнение не ставится, речь идет об экономическом проекте, и какой-то совместно созданный заинтересованными странами орган будет этим экономическим процессом управлять. Нормально все. Тем более, что этот вариант не единственный. Вот сейчас активно развивается транспортный маршрут БТК Баку-Тбилиси-Карс, который, собственно, идет в том же направлении параллельно, минуя Армению. И если поставить тупик вот в Зангизури, то, конечно, переместится Центр Тяжести в формировании важнейшего транспортно-логистического узла вот в другую сторону. Хотя все равно останется проблема логистической связанности с Нахичеванию. От нее все равно никуда не денешься. Так что важно сейчас Армении не сорваться в гражданский конфликт глубокий, завершить делимитацию границы, нормализовать отношения с Азербайджаном, а дальше и с Турцией тоже, и открыть новую эпоху в своей истории. Эпоху мирного строительства, мирного созидания вот той самой реальной новой Армении, о которой Пасунян еще недавно так убедительно говорил в своей программной речи.